Участник, что называется, за кадром. Дело в том, что уже ходили слухи о том, что Льюису не избежать боя с Тайсоном. Ну и Франсуа Бота, с которым Тайсон дрался, должен был стать таким мерилом. Это послужной список. Боты, 40 побед, 2 поражения, 1 ничья, 1 бой, так сказать, объявлен несостоявшимся, 25 побед нокаутом. Вот Бота должен, как я уже сказал, должен был стать мерилом. Как бы такое заочное соревнование. Кто убедительнее победит Боту? Ну, мы прекрасно с вами знаем, что такие сопоставления мало что дают. Это послужной список Ленокса и Льюиса, 36 побед, 1 поражение, 1 ничья, 28 побед нокаутом. У каждого есть свой неудобный соперник. И очень часто вот такие, как я уже сказал, сопоставления ничего не дают. Наиболее яркий пример это, как Мухаммед Али с большим трудом дрался с Джо Фрейзером и Кеном Нортоном. В обоих случаях первый бой проиграл, во втором победил. С Фрейзером был еще третий бой, но это было потом. А Джордж Форман разгромил обоих. Форман предсказывали победу над Али, а Али взял и разгромил Формана. То есть, это ничего не показывает. Но, тем не менее, все очень любят вот так сопоставлять. Это такая своего рода игра для болельщиков. Устраивать такие заочные соревнования между боксерами по третьему сопернику. Первый раунд. Ну, как мы видим, Ленокс Льюис возвышается над ботой, как башня. Ботта, вы знаете, всегда... Вот первая пробная комбинация, двойка. Ботта всегда считался очень смелым бойцом. Пусть и не очень умелым. Но его уважали, даже несмотря на тот скандал со стероидами. Правда, в том бою мало кто надеялся, что у него есть шанс победить Ленокса Льюиса. Бой состоялся в Лондоне. Это был, по-моему, первый бой Ленокса Льюиса на родине. После того, как он проиграл там Оливеру Макколу. Такому же, как Ботта, как считали легкому сопернику. И многие ему об этом напоминали. Говорили, что надеемся, что... На этот раз Льюис приедет в Англию более подготовленным. Ну, приехал, как мы видим, неплохо подготовленным. Сейчас Ловко довольно ушел от удара Боты. Хотя бы на какую-то секунду потерял равновесие. Белый Буйвол не так, чтобы очень решительно бросается вперед. Опять провел двойку Льюис. Сейчас обманул Льюис. Неожиданно ударил справа. И еще раз. Коронный удар справа Льюиса. Бота просел. А Льюис не бросился добивать. За это его, кстати, часто очень ругали в Америке. За многие его бои. По-моему, Бота пытался поднять Льюиса на рога сейчас. Ну, как и положено Буку. Но... Бук-то он безродий. Бота никогда не обладал таким особо сильным ударом. Зато честно молотил своих соперников. Вот так задалбливал их. На том первый раунд и закончился. Ну что, конечно, его безоговорочно выиграл Льюис. Который, однако, выложился, по-моему, меньше, чем наполовину. Конечно, никакого волнения. Вот, там показали этот удар над рукой. Справа. После которого так чуть не упал Бота. Еще одна комбинация в исполнении Льюиса. Ну, тут он высоковато, конечно, попал. Второй раунд. Ну, что же у Льюиса длинные руки? Сам он как могучее дерево. И руки как такие ветки. Ну, ничего сейчас не происходит. Выцеливает, по-моему, Льюис. А Бота это чувствует. Пытается как-то упредить своей атакой. Но атака не готова. Не понимает, что ему делать. В отличие от Льюиса. Как-то он, по-моему, пытается просто отсрочить получение подарка от Ленокса. Тут уже двойку повторяет Льюис. Без большого энтузиазма. Задергал. Задергал он, конечно, Боту. Южноафриканец как-то даже и заждался. Так осужденный ждет, когда же топор палача опустится. Не в свойственной для себя о манере ведет бой Бота. Льюис при таком отсутствии агрессивности в жизни за рингом, тем не менее, в ринге пугал очень многих. И многие боксеры вели себя с ним в бою куда осторожнее, чем обычно. вот так. Справа, слева еще раз, справа. В принципе, конечно, бой закончен. Вы видите, что так мелко пошатывало Боту. это заметил и рефери, который остановил бой и правильно сделал. Вы знаете, как ни странно, Тайсон вот из этого нокаута сделал благоприятные выводы для себя. Вроде бы сопоставление было не в его пользу. Он вон четыре раунда проиграл, Ботти в пятую нокаутировал, а Льюис выиграл убедительно первый раунд, а во втором нокаутировал. Так вот, Тайсон сказал тогда, что мне понадобился один удар, чтобы нокаутировать Боту. А Льюису вон сколько. Я надеюсь, нам покажет еще раз повтор этого эпизода. Посчитаем. По-моему, три удара было в серии. Не поймешь, Бота не то ошарашен, не то рад, что все закончилось. удар справа, слева, кросс, хук и еще один кросс. Да, живописно упал Бота. Вот, справа и еще раз. Да, привели белого быка на бойню, это называется. Какой шанс у Буевола, пусть трижды белого, против мясника. там Льюис начал атаку с джеба, удара слева, такого отвлекающего. Потом было три, которые и привели собственно к нокауту. На свою беду после левого бокового Бота попытался встать, что, между прочим, говорит о его незаурядном мужестве. Многие боксеры, пропустив сильный удар и видя, что противник продолжает атаку, сами садятся и ложатся. Но Бота мужик гордый, он этого не стал делать. Однако этот бой, конечно, мало что доказывал. Бота был однозначно слабым соперником для Льюису. Майкл Баффер объявляет то, что все уже и так знают. То, что Ленокс Льюис сохранил неофициальный, но тем более почетный титул общепризнанного абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. сейчас его нарядят во все его пояса. Чемпионский вон один, второй пояса WBC и IBF официальным. Пояс WBA у него Дон Кинг отобрал через суд. На этом и закончился бой Ленокса Льюиса с Франсуа Ботой.